Всем привет! Меня зовут Саша и это канал о вязании. Сегодня у нас третий день, третий процесс. И, соответственно, какая сегодня? Число 4 марта. С числами я в последнее время вообще слабо дружу. Значит, давайте сразу скажу, что у меня сегодня день вообще супер-пуперский по поводу всего, я бы сказала. Вот, на заднем фоне будет мой ребенок, потому что он со мной, да, он не спит. А почему не спит? Потому что у нас соседи решили, что им позарез нужно продрелить, мне кажется, все стены. Вчера дрелили, позавчера дрелили, сегодня дрелят, вот. Поэтому, как бы, ну, к сожалению, другой возможности я не имею поснимать. Поэтому вы уж, пожалуйста, не сильно на посторонние звуки обращайте внимание. Вот, значит, что? Третий мой процесс, да, это джемпер для моего сына. Значит, за, скажем так, как сказать, за основу я взяла вот этот джемпер, который у меня здесь лежит, да. То есть не в плане там, ну, как оформление там цветового и всего остального, а именно вот как горловина, да, чтобы просто, ну, прикинуть примерно, да. Вот, потому что, скажем так, все производители одежды, да, каждый по-разному вообще позиционирует свои размеры и все остальное. Ну, поэтому, то есть я как бы беру готовую какую-то одежду, да, которая ему хорошо, да, чуть-чуть на вырост и, соответственно, по ней вяжу. Вот, значит, что, ну, вот еще до кучи и солнце тут, да, бликует и все остальное. Ну, ух, спокойствие. Ну, так вот, значит, что, я вяжу, значит, из пряжи, да, Cotton Merino от Drops. Вот здесь у меня, получается, три полных моточка и четвертый вот такой вот это, ну, чуть больше половины здесь. Значит, я их буду миксовать между собой, да, это будет полосатый джемпер, вот, скорее всего, это будет такими большими полосками, да, вот. Вот, ну, я пока еще, естественно, не решила, как я буду между собой эти цвета миксовать. Ну, то есть, вот я начала, получается, горловину вывязывания, да, давайте сразу же по характеристикам пройдемся. Значит, получается, я 65 петель набрала, значит, из них я вычла 4 петли реглана, ну, потому что, опять же, по одной петли реглана. Очень смешно, очень смешное объяснение, очень смешное объяснение реглана, да, ну, так продолжим, в общем. По одной петле у нас на реглане, да, поэтому из 65 петель мы отнимаем 4 петли регланных, получается 61 петля. И, соответственно, как обычно, мы делим на 3 блока, да, это получается 20 петель и 3, 3 десятых, да, ну, соответственно, на рукава я выделила по 7 петель. Значит, 19 у меня идет спинка и 24 у меня идет перед, да, то есть, соответственно, здесь же я буду вязать росток, поэтому все это дело у нас уравновесится хорошенечко. Вот, значит, что еще, да, по тех характеристикам хочу сказать, так как, ну, все-таки ребенок у меня еще пока небольшой, и мы знаем, да, что до определенного возраста у них, как бы, не совсем пропорционально голова к телу, ну, я имею в виду, как у взрослого человека, да, поэтому не совсем целесообразно вязать, ну, горловину по кругу, да, которая без всех отверстий, потому что она может не зайти. Либо она будет легко проходить на голове, но висеть на шее уж слишком расхлябанно, я такого не хочу. Вот, поэтому, естественно, что я, ну, наверное, как и все, да, кто вяжет маленьким деткам, делают либо, ну, какие-то, там, не знаю, как кардиган, да, постоянно на пуговичках, ну, либо делают вот как и здесь, да, то есть, вот пуговички, да, для того, чтобы расширялось, можно было спокойно продеть через головку, вот. Вот, и, соответственно, потом застегнуть пуговки, да, чтобы это все красиво смотрелось. Соответственно, я делаю точно так же, я делаю точно так же абсолютно, вот, и поэтому у меня вот здесь вот идет уже оформление, оформление непосредственно пуговички, да, ну, в смысле отверстие для пуговички. Сейчас, одну секунду. На небольшое время мужчина безврежен, вот, поэтому, как, давайте продолжим, да, соответственно, здесь вот я начала формировать, значит, это вот будет первое отверстие для пуговички, в смысле, ну, отверстие, чтобы пуговичку, да, продеть, ну, и будет еще второе, да, может быть, еще третье сделаю, я посмотрю, ну, как это будет садиться. Вот, значит, что, 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 получается, я провязала, ну, то есть набрала обычным достаточно способом, да, никаких тут мудрений за мудрений. Провязала 8 рядов резинки, значит, получается, я вязала на 3,5, потом я перешла на, значит, на 2,75 спицы и начала вязать кетлевку, ложную кетлевку, да, имитация, как она там, вточной горловины. Вот, в общем-то, провязала, да, сразу хочу сказать, что я вязала, честно говоря, ее в первый раз, именно такую, ну, в классическом понимании, вот, и, честно говоря, столкнулась с таким моментом, что, ну, вот я, например, как я не сталкивалась, да, с этим вопросом, ну, так глубоко, вот, поэтому, да, поэтому, что я хотела сказать, сбилась в смысле, крышечка меня сбила в смысле. Так, 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 надо мне собраться, мои мысли, мои скакуны, значит, я смотрела, да, ну, как бы искала на ютюбе ролики, чтобы это было четко понятно, в общем-то, я столкнулась с такой проблемой, что кетлевка, ложная кетлевка горловины по кругу, ее целая куча на любой вкус, но что касается обратно поворотных рядов, это достаточно сложно, вот, буквально я там пару мастер-классов, и то, я не могу сказать, что это были очень такие, ну, непонятные, мне пришлось один посмотреть, второй посмотреть, потом почитать еще определенную информацию, чтобы как-то вообще, ну, понять принцип, да, и механизм этого вязания. Вот, поэтому я, скажем так, хотела бы, наверное, ну, записать свой мастер-класс по, вот, вывязываю именно обратно поворотными рядами, да, ложной кетлевки. Ну, это как бы в планах у меня, да, потому что я же говорю, когда человек начинающий, для него важна, ну, информация толковая, понятная и доступная, как это вязать, а не то, что там все-то нагорожено, непонятно что, даже я, в принципе, человек опытный, да, и то как-то, ну, я просто закрываю, и все, потому что мне жалко своего времени, да, я сижу, разбираюсь, а по факту какая-то ерунда. Ну, да ладно, не суть, вот, значит, то что, я связала, получается, ложную кетлевку, у меня она 8 рядов, получается, заняла, да, ну, соответственно, здесь вот изнаночный этот, который обрамляет, который отделяет, да, непосредственно горловину от, ну, тела самого, вот, и все, и сейчас я буду уже распределять петли на реглан, буду вывязывать росток, и буду плавно переходить на другой цвет, да, единственное, я же говорю, что не знаю, как буду миксовать, или это будет вот так, да, или это будет вот такое сочетание, или это будет, например, вот такое сочетание, да, ну, или это, например, будет опять же какое-нибудь там вот такое сочетание, вот, напишите, пожалуйста, как вам нравится, да, может быть, я какие-то модификации не учитываю, вот, но хочу именно такими, как широкими полосочками, да, в принципе, я думаю, что мне этого количества мотков должно хватить, да, Да, и, соответственно, что? Соответственно, что? Начала вот я с этого горчичного цвета. Он мне очень нравится. Такой красивый. Он такой немножко меланжевый. Значит, вяжется хорошо. Как я уже сказала, что я вязала на 3,5 резинку. Да, и потом на 2,75 перешла. И сейчас основное тело я буду, скорее всего, тоже вязать на 3,5. Значит, что? Что мы с вами дальше обсудим? Ну, в общем-то, по пряже, да, давайте расскажу хотя бы в двух словах. Это Cotton Merino от Drops. Значит, это у нас 50 шерсть, 50 хлопок, 50 грамм, 110 метров. Нам рекомендуют спицы номер 4. Вот, ну, четверка у меня это, вот, знаете, на что-то такое, типа а-ля палантина. Или, может быть, ну, вот какое-то основное изделие, да, в смысле, основная часть полотна. Если мне оно не нужно такое, достаточно плотненькое. Здесь все-таки, ну, 3,5 для меня, это вот для этой пряжи оптимальный размер. Да, поэтому на четверке, мне кажется, что у меня немножко так получается не дыряво, но так рыхловато. То есть мне все-таки хотелось бы чуть более такое рыхлое. Ой, наоборот, не рыхлое. Вот, поэтому я вяжу на 3,5 в основном. Вот, очень красивые цвета, палитра вообще у Коттона Мерина классная, на самом деле. Вот этот горчичный я вам подпишу, потому что я не знаю, не помню, куда я делаю этикетку. Вот, значит, серый, это у нас 20-й цвет, да. Вот такой вот грязно-какой-то мятный. Значит, это 29-й, 29-й, солнышко нам тут сильно прям помогает. И получается темно-зеленый, это 22-й цвет. Вот, очень красивые цвета, красивая палитра. И мне нравится, что они между собой, знаете, ну, перекликаются. То есть они, как сказать, как будто бы, да, музыкальная пауза, как будто бы они, знаете, как сказать, с одинаковым подтоном, да, и поэтому их можно между собой мешать. Это, конечно, очень здорово, да. И это, ну, скажем, помогает, да, можно миксовать как угодно, да, на любой вкус. Вот, значит, что я хотела еще сказать. Это я вяжу примерно где-то на рост 80-86, да. То есть это я знаю, что в районе где-то года. Ну, примерно, да, средние наши показатели. Вот у меня сейчас малыш почти 10 месяцев, 74 у нас рост. Вот, поэтому, ну, вот 80-86, это как раз, я думаю, что к весне, когда можно надеть там джинсики, да, какую-то там боди или маечку сверху, ну, типа вот такого джемпера, да, соответственно, вот такой. И все, это будет полноценный гарнитур на гуляние, да, там и так далее, на прогулку. Вот. Напишите мне, пожалуйста, любите ли вы эту пряжу вообще, вязали ли вы из нее что-нибудь. Если вязали, как это носится, как это вообще там стирается, да, потому что, ну, в принципе, я вязала два плечевых изделия на заказ, да, и до этого там еще вязала, не помню, по-моему, тоже плечевые. Вот, ну, мне нравится, толково, да, носится, и, ну, мне кажется, никакой вообще проблемы нету в этом плане. Вот. Значит, что еще я хотела сегодня сказать? У меня сегодня просто экспресс, да, как это пока тишина более-менее образовалась, я имею в виду соседа с дрелью, да, надо быстро-быстро записать, потому что, я же говорю, что не хочу, чтобы получилось, что сегодня вообще не будет видео, да, потому что, ну, вот, как-то так, как-то так жизненные обстоятельства, да, иногда подкидывают нам такие фортили, что надо сохранять спокойствие, да, потому что можно просто, не знаю, сойти с ума от злости. Вот. Значит, это что касается моего третьего процесса, да, третий, ну, третьего старта. Вот, мне очень нравится тактильно, да, и я довольна, вот. Мне очень хочется его сегодня целый день вязать, да, но, повторюсь, как бы это невозможно. Вот, значит, и что? Что-что? По рубрике нашей, да, уже по сложившейся традиции в этой неделе стартов, по пряже, которую я вам хочу порекомендовать, собственно, не буду, да, ничего придумывать, это эта же пряжа, да, то есть это мои любимчики, вот. Классная, я бы сказала, что она круглогодична, да, то есть нельзя сказать, что это строго там демисезонно, может быть, для деток это строго демисезонно, я имею в виду, если это как верхнюю одежду мы рассчитываем, да, но если, например, это вот для взрослого и так далее, то это круглогодичная нитка для плечевых изделий, прям хорошо держит классно ажур, держит классно аран, держит классно резинку, классно ложится в лицевой глади, то есть, ну, здесь самое главное, я считаю, на мой взгляд, подобрать хорошо спицы по вашей плотности, да, потому что если связана рыхло, то она будет тянуться, да, если, потому что меринос все-таки в составе, мы знаем, что он такой коварный товарищ при неправильном с ним обращении, вот, ну, а если сильно забить, то, опять же, он не будет так пружинить хорошо, и хлопок, все-таки 50% хлопка, да, он может быть дубоватый, если сильно прям его забить, вот, поэтому, как я уже, да, сказала ранее, что палитра просто суперская, поэтому я уверена, что даже там искушенные товарищи найдут себе тот цвет, да, который нужен, и что мне нравится, что цвета такие не плоские, да, они такие богатые в плане, ну, я не могу сказать, что это как твит, да, но здесь очень интересные такие моменты, да, давайте, ну, для тех, кто, может быть, не очень знает, давайте покажу скрутку, да, желтит, конечно, все за счет солнышка, вот, получается такая скрутка, да, то есть скручена вот из нескольких ниточек, ну, то есть, соответственно, здесь, как уже из состава понятно, здесь хлопок и меринос, да, накручено, наверчено, все вместе, тут вот перепуталось, ну, вот я прям четко вижу, здесь есть три ниточки хлопка и три ниточки меринос, или две ниточки меринос, уже тут не вижу, наверное, две меринос, а три хлопка, вот, абсолютно такой отличный, отличная скрутка, в плане, я имею в виду, она не очень закрученная, но и не ровнится, да, то есть она такой хорошей скрутки, которая красиво ложится в полотне, ну, я думаю, что видно, так вот, ну, мне нравится, красиво ложится, резинка, конечно, могла, наверное, быть чуть-чуть ровнее, но после стирки она еще так немножко разровняется, ну, вот, что касается лицевой глади, смотрится хорошо, ну, и изнаночная, ну, пока еще, правда, одна дорожка, да, всего провязана, смотрится хорошо, очень, я бы сказала, толково, вот, поэтому эту пряжу я, как и предыдущие все свои пряжи, да, если кто-то не смотрел, то, скажем, в моих предыдущих видео, да, из вот рубрики недели стартов, я давайте сделаю отдельный плейлист по неделе стартов, чтобы, ну, там, не искать, да, что-то, можно либо друг за дружком посмотреть, либо выбрать то, что вам, как бы, по душе, да, соответственно, то есть, вот все, что я рекомендую, это действительно пряжи, которые я очень люблю, мне кажется, я в каждом видео, наверное, это повторяю, но это так и есть, вот, значит, ну, все, по процессу это все, да, по любимой пряже это тоже все, я, в принципе, про состав рассказала, да, и основные какие-то те характеристики, вот, что еще хочу сказать, да, ну, как уже я, ну, говорила, да, и повторюсь, что у нас собралась достаточно большая компания, 16 человек, вот, все девчонки молодцы, да, у каждого участника этой недели стартов свое видение, да, на новые процессы, на вообще в целом, да, там, увлечение вязанием, будь то крючок, будь то спицей, и это очень здорово, да, я же говорю, все мы разные, и от этого интересно, что каждый может найти, ну, скажем, во-первых, познакомиться, да, с какими-то новыми каналами, потому что очень много начинающих каналов, ну, типа, как мой, да, с небольшим количеством подписчиков, но, тем не менее, скажем, это я сейчас не про себя, достойный внимания, вот, поэтому, опять же, да, то есть тут как-то золотое правило, да, то есть если, допустим, вам не нравится, да, то всегда можно выключить и пойти дальше, да, но если вам нравится, то вы всегда можете подписаться, да, и следить за, там, этим блогером, да, его работами, процессами, покупками, да, там, и всеми остальными делами, вот, это очень здорово, потому что, ну, как, опять же, да, я могу повторить, что сейчас немного у меня свободного времени, чтобы сидеть и выискивать каналы, а так вот, например, когда я, там, смотрела предыдущие недели стартов от девочек, да, то я, ну, немного, но я несколько каналов, да, для себя открыла, я подписалась, там, поставила все нужные колокольчики и все остальное, и теперь я смотрю, и мне нравится, да, я кайфу от этих видео, от этих девочек, вот, поэтому это очень круто, это очень полезно, да, с точки зрения даже расширения своего кругозора в плане новых каналов, вот, поэтому все ссылочки на девчонок, да, я вам оставлю в инфобоксе под кнопочкой еще, да, поэтому вы, пожалуйста, раскрывайте, смотрите, знакомьтесь с девчонками, вот, я уверена, что, ну, как минимум большая часть, да, вам понравится, как минимум, а вообще все девчонки большие молодцы, вот, и все классные работы, я уже жду, вчера у меня немного было времени, да, посмотреть вот всех девчонок, я сегодня буду часть какую-то, я надеюсь, что ничего сегодня еще не произойдет для, скажем, полной картины, вот, я буду смотреть, да, потому что мне очень интересно, кто что поначинал, какие процессы, это вдохновит, опять же, на какие-то, может быть, следующие, да, потому что, ну, эти же процессы, они когда-то закончатся, станут готовыми работами, и, соответственно, освободится время на какие-то новые процессы, вот, ну, я думаю, что вы это все прекрасно понимаете, да, но, тем не менее, как это повторить, в очередной раз не помешает однозначно, вот, так что все, на сегодня это все, я благодарю вас за внимание, за ваш просмотр, да, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, что, вот, в общем-то, мне тут уже мой режиссер, да, командует, что все достаточно, болтаешь ты безумолку, занимаешься ерундой, так вот, в общем, пишите, пожалуйста, комментарии по этой пряже, по изделию, да, как вам вообще, ваше видение, может быть, какие-то советы в плане цветов, в плане цветов, вот, все, я вас еще раз благодарю, завтра будет новый день, новый процесс, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok